Стало предпринятое за последние два года по требованию западных правительств сокращение, значительное сокращение нашего дипломатического присутствия в большинстве западных государств, как по количеству дипломатов, так и по количеству наших дипломатических учреждений. Многие генеральные консульства были закрыты. И в том числе, конечно, и в местах компактного проживания наших граждан, что не могло не сказаться на организационной стороне дела. Были и многочисленные случаи отказов в открытии дополнительных избирательных участков, чтобы компенсировать закрытие консульских учреждений. Тем не менее, наше министерство и загранучреждения успешно справились с поставленной задачей. Сотням тысяч россиян позволили реализовать свое конституционное право. Избирательные участки открывались и в популярных туристических точках, в поселках специалистов, на крупных промышленных объектах, в местах дислокации российских миротворцев, военнослужащих, сотрудников силовых ведомств. Выборы в итоге состоялись на всех открытых за границей 288 избирательных участках. Всего проголосовало почти 400 тысяч человек. Замечу в скобках, это примерно в два раза больше, чем на прошедших в 2021 году парламентских выборах. За волеизъявлением на территории самой России, в том числе и на Донбассе, в Новороссии, следили многочисленные международные наблюдатели. Каких-либо нарушений, которые были способны повлиять на окончательный результат, они не зафиксировали. Всего Центральная избирательная комиссия аккредитовала более полутора тысяч представителей из почти 120 государств и 14 международных организаций. Безоговорочная победа Владимира Путина, за которого проголосовало более 87% граждан, получила самый широкий резонанс в государствах мирового большинства, в Африке, Азии, Латинской Америке. Десятки иностранных лидеров с этих континентов лично поздравили президента России с переизбранием. Еще один вопрос, который я хотел бы сегодня обсудить, это мы его уже начали рассматривать и сегодня продолжим, я надеюсь, это текущее председательство Российской Федерации в БРИКС. Мы нацелены на достижение существенных результатов. Наша программа председательства, план мероприятий, предусматривает активную работу по трем магистральным направлениям. Первый – политика и безопасность, второй – экономика и финансы и культурно-гуманитарные контакты. В свете присоединения с 1 января пяти новых членов к нашему объединению ключевой приоритет на данном этапе – обеспечить гармоничную интеграцию новых участников в архитектуру стратегического партнерства при сохранении, конечно же, эффективности всех действующих механизмов БРИКС. В конце января-начале февраля прошла первая встреча с ШЕРП в Москве и на ней подтвердился твердый настрой новобранцев на самое активное вовлечение и участие в общую работу по всей повестке дня. На прошлогоднем саммите БРИКС в Йоханнесбурге, это было в августе прошлого года, было решено начать работу по согласованию критериев для новой категории, категории государств-партнеров. Эта работа активно развивается. Мы должны будем практически основные рекомендации согласовать на встрече министров иностранных дел БРИКС в июне в Нижнем Новгороде и представить их на утверждение, эти рекомендации, на саммит, который запланирован на октябрь в Казани. Кроме того, кроме категории государств-партнеров, сохраняется задача углубления диалога в формате БРИКС-плюс, БРИКС-аутрич. И в рамках этого формата мы запланировали подключение наших единомышленников по Евразийскому экономическому союзу, Содружества независимого государства, Организации договора коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества. Среди основных задач во внешнеполитической сфере работы объединения БРИКС, укрепление координации с нашими партнерами на многосторонних площадках. Прежде всего, это касается Организации объединенных наций, в том числе группы друзей в защиту устава ООН, и это, конечно же, касается нашего взаимодействия в группе 20, где с расширением БРИКС даже формально количество участников этого объединения стало больше, чем количество членов группы 7, которые в 20 участвуют. Ну и, безусловно, в центре нашего внимания обеспечение благоприятных условий для наращивания социально-экономического, инвестиционного, инновационного, технологического, человеческого потенциала государства объединения. Продолжим в этих целях реализацию стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года и продолжим реализацию действующего плана действий на 2021-2024 годы по инновационному сотрудничеству. Мы заинтересованы в повышении роли государства БРИКС в международной валютной финансовой и торговой системе, в развитии межбанковской кооперации, в расширении использования национальных валют, в объединении усилий по созданию рейтингового агентства, собственной биржи. Эти планы обсуждаются весьма и весьма активно в том числе на основе поручений, которые были даны на прошлогоднем саммите в Йоханнесбурге. И эта работа, мы это знаем, все более серьезно беспокоит Соединенные Штаты и их союзников, которые понимают, что если эта работа увенчается успехов, а мы добьемся этого, это поставит под серьезный вопрос те механизмы глобализации, которые на данный момент функционируют под началом Запада, которые, собственно, Западом и были сформированы, и которые Запад рекламировал, как направленные на обеспечение равноправного, конкурентного участия всех государств в мировых хозяйственных процессах, и которыми Запад стал бессовестно злоупотреблять, обращая эти механизмы, созданные, по его словам, на благо человечества, в инструмент подавления конкурентов и наказания несогласных с его неоколониальной политикой. Вот поэтому в фокусе нашего внимания будут все эти вопросы, равно как и углубление кооперации в области науки, инноваций, здравоохранения, гуманитарных проектов. Из первых практических результатов в рамках нашего председательства отмечу состоявшиеся в феврале в Москве первые заседания рабочей группы БРИКС по ядерной медицине. Очень большой интерес к этой конкретной теме. В марте прошла встреча экспертов по запуску комплексной системы раннего предупреждения рисков возникновения массовых инфекционных заболеваний. В июне в Казани планируем провести открытые спортивные игры БРИКС. На данный момент уже записались более 5000 спортсменов из 60 государств. В этом же русле отмечу, что страны БРИКС активно собираются участвовать в других мероприятиях, включая игры Дружбы, которые в сентябре пройдут в Москве и Викторинбурге. Включая планируемый на ближайшие, я думаю, в течение года мы это решим, международный конкурс песни «Интервидение», участие в новом проекте вручения глобальной кинопремии с упором на евразийский регион. Особо отмечу, особенно в этом составе, новым содержанием наполняется парламентское измерение БРИКС. 11-12 апреля прошла первая встреча председателей комитетов по международным делам. Она стала важным этапом подготовки к 10-му парламентскому форуму БРИКС, который запланирован на 11-12 июля в Санкт-Петербурге. Ну и, безусловно, партийный аспект мы всегда имеем в виду. Политические партии продолжают свое взаимодействие, оно уже накопило немалый и позитивный опыт. Планируется международный партийный форум в формате БРИКС плюс БРИКС Аутрич, который состоится по инициативе партии «Единая Россия» в июне-июле во Владивостоке. Об этом Андрей Аркадьевич расскажет вместе с коллегами. Мы приветствуем планы его проведения в расширенном составе с участием наших партнеров из СНГ, из СНГ. И, конечно же, этот фактор важно использовать для дальнейшего укрепления связей со странами мирового большинства. Но и в заключении хочу отметить, что мы рассчитываем сегодня также обсудить некоторые вопросы, связанные с продолжающейся уже не один год работой по инвентаризации международных договоров и организаций, в которых участвует Российская Федерация. И здесь нам для понимания актуальности тех или иных документов, тех или иных структур очень важен совет по партийной и парламентской линии. За всем благодарю вас и благодарю наших коллег и средств массовой информации.